так доброе утро дорогие друзья шалом банджур клоу и мы начинаем наш же 600 какой-то урок больше чем 600 уроков уже да и продолжаем изучать мишли притчи царя саму на это таро это тора которую получил машара бену на горе синаи а добавил царь соломон то есть добавлялась туда царь давид псалмы например это тоже письменная тора мишли притчи царя соломона экклезиаст к или это все письменная тора книги пророков то есть это все относится книгам есть тонах тора это пятикнижие то что машара бену получил и мы начали сейчас читать не губа мид бар в пустыне да на этой неделе теперь в тонах н это не вим это пророки книги пророков и как это кто вим это писание медилат и стерме дела труд вот мишли это все писание понятно да хорошо значит но все это относится к письменной торе и в потом христиане взяли письменную тору и назвали это ветхий завет и добавили к ней добавили к ней новый завет да и там есть какие-то книги дополнительные которые которые объясняют тору объясняют тору по ну по каким-то другим способом да чем принято у нас у евреев к торик письменно есть дополнение устная тора которая объясняет письменную тору то есть то что как бы аналогию можно провести а это разное но все равно то есть есть основа всего фундамент такой прям фундамент это письменная тора который является фундаментом и для христианства и для иудаизма и это одни и те же книги абсолютно идентичные и дальше идет у христиан идет новый завет это объяснение торы на по какой-то своей традиции а у евреев есть устная тора которая была записана 2000 лет назад когда был разрушен второй храм как раз тогда когда появилась христианство это очень интересно да то есть был пока был храм все было понятно не было никаких как бы вопросов есть дом бога в иерусалиме и все это знают и это то место интересно что первые мусульмане тоже молились стороны иерусалима то есть это было самое святое место для трех религий которые все они произошли от авраама но потом мусульмане начали молиться в сторону мека значит это тот камень где по преданию мусульман авраам обучал ишмаэля своего сына обучал торе и в принципе вот этот вот единый источник знания о боге это все идет от авраама и там же похоронен по моему в кабе вот этот вот где у них их святыня мусульманская самая большая там похоронена агаре есть могила агаре это была жена авраама на которой он женился служанка сары он на ней женился да он на ней женился и родился первый у него сын эшмаэль но потом по просьбе сары из подтверждения бога авраам его выгнал по выгнал его вместе с агарию в пустыню прямо так вот был приказ бога и бог ну бог успокоил авраама сказал что от него тоже пойдет великий народ и ты не волнуйся но надо сделать именно так и от авраама пошел значит мусульманство пошло в одну сторону потом от ицхака его сына и якова иудаизм пошел в другую сторону и что интересно что потом женился авраам когда сара умерла он женился на ктора вторе написано и звали ктора ктора да и она была говорят наши комментарии уст натора говорит что это было агаре что он снова женился на агаре и у них потом еще родилось шесть детей что или потом родилось 66 детей и авраам их отправил всех этих детей он им передал все свои знания магия то что он знал о управлении там вот этими вот мир есть демонов и так далее он все им туда передал эти шесть детей ушли на восток и откуда пошло вот это все индийское знание веды там и так Это все, скорее всего, прошло от детей Авраама, которые ушли на восток. Это прямо в Торе написано. Вот такая вот история интересная. Теперь, значит, а мы изучаем классику, то есть иудаизм это классическая такая, знаете, как копирайт, передача знаний, вот как Бог передал знания на горе Синай через Моисея Мошарабейну и, значит, потом я отвечу, хорошо, Дамир, вот про негров, китайцев, индусов, все мы узнаем. Это же было после потопа. После потопа они расселились, все народы по земле. Была там Вавилонская башня и все такое. Бог смешал языки. То есть мы не будем сейчас. По факту, любые истории о том, что было, они человеку абсолютно не помогают. Человеку помогает только одно. Человеку помогает только одно. Его личные, конкретные, собственные взаимоотношения с Богом. Все. Вот это вот то, что нужно для себя знать и понимать. И никакое внешнее знание, как оно было, история, а те правильно служат, а те неправильно служат. Там внутри каждой религии есть тоже огромные споры. В христианстве есть там, по-моему, 400 разных течений. В иудаизме есть там хасиды, меснагдим, летаим, идут Амизрах, восточные общины. То есть есть нюансы, есть нюансы, но это все нюансы. И их обсуждать даже не имеет смысла. Имеет смысл только личный контакт человека со своей душой и с Богом. И то, как он проходит свой жизненный путь и что он успевает сделать. И для того, чтобы самому лично пройти свой жизненный путь максимально правильно, для этого нужно изучать Тору, знать, что надо делать, что нельзя делать. И вот мы изучаем притчи. Притчи царя Соломона, Мишлей. И сегодня мы находимся, 15 глава и 11 отрывок. 11 отрывок звучит так. Шеоль в Аводон негет Ашем. А в Килибот бне Адам. Переводят его так. Значит, Шеоль это преисподняя. То есть это такое слово страшное. Шеоль, преисподняя. Какая-то есть преисподняя. Вообще слово странное. На русском вообще звучит еще страннее, чем на иврите. Шеоль в Аводон. Аводон тоже непонятное слово. Его не используют в обычной речи. Аводон, значит, объясняют комментаторы. Шеоль это преисподняя. Сейчас мы разберемся. Никто не знает, что такое преисподняя. Но все знают, что есть могила. То есть, когда человек умирает, его тело закапывает в могилу. Или, не дай бог, сжигают. Я знаю, что сжигать это плохо. Но индусы сжигают. И здесь многие в крематориях. Не здесь, а в Европе там в крематориях сжигают. То есть, есть тело человека, которое в любом случае, оно уходит из праха. Пришло в прах возвратиться. И в земле оно медленно возвращается в прах, в землю. А в печке оно быстро превращается в горстку пепла. Даже Авраам, Авраам, он про себя говорил. Кто я, он говорил. Я Афар Ваэфер. Я прах и пепел. То есть, прах это земло. То, что вот тело, когда распадается, это земля, как бы, да. А пепел это когда сгорает. Значит, но говорят нам все духовные практики. Тора нам говорит, что в этот момент, когда тело в могиле распадается, в этот момент душа, которая это тело оживляла и двигала, то есть, у каждого человека, вот смотрите, у меня рука. Рука же, она, видите, двигается. То есть, это очень смешно, как рука двигается. Это кости, это мышцы, это связки. Но в данный момент я живой, и я своей мыслью шлю какой-то сигнал, и рука начинает двигаться, да. Так вот, вот та вот, что внутри заставляет руку двигаться, вот это называется животная душа. То есть, это, вся эта, вся эта система управления, она находится в мясе и подключена к голове. А голова подключена к мысли, намерения. И достаточно человеку, пока он живой, захотеть, чтобы у него пошевелилась рука, или захотеть что-то сказать, и у него происходит целая системная такая реакция, и он что-то говорит или делает. Представьте, это чудо, просто лучше даже не вдумываться. И когда, когда говорит нам Тора, когда тело, мясо закапывают в мадилу или сжигают, в этот момент то, что внутренняя, как бы такая, вот как я себе это представляю, как в теле есть, как облачко такое, как голограмма. То есть, это полная, как модель тела, только эта модель тела, она не материальная, а она, а она, даже нельзя назвать, ну, она духовная. Да, но вот смотрите, проще, знаете, как мне объяснить? Вот когда я беру и нажимаю пультом компьютера, я нажимаю пультом компьютера, и сигнал идет по воздуху, не компьютера, а кондиционера, и включает кондиционер. Вот я кнопку нажал, и кондиционер включился. Ну, по воздуху что-то же пролетело, и вот эта вот структура человека, его как бы, то, что наполняет его мясо, оно вырывается из этого мяса, и вот точно такой же, как там я, или как вы, как, ну, каждый человек, он потом выходит и идет то, что называется преисподняя. То есть, есть некий путь, как древние вот эти египтяне, они рисовали, что это на какой-то лодке там плывет, значит, но вот эта вот душа, она выходит из тела, и некоторое время она еще не уходит туда, куда-то в духовные миры, она еще в этом мире присутствует. Поэтому в иудаизме семь дней, Шива это называется, сидят родственники, сидят Шива в доме, скорбят, потому что он и с ними не хочет расстаться, и душа, и уже понятно, что здесь на земле нечего делать, и она идет дальше туда, в духовные миры. Теперь вот этот вот Шооль преисподняя, В. Авадон, говорят нам комментаторы, мало ли как раз объясняют, что есть некий первичный материал, который пронизывает все. На сегодня ученые говорят, что это называется квантовая реальность, что внутри действительно есть какие-то мини-частицы, которые пронизывают все, весь этот мир. В общем, называется это на сегодня квантовая реальность, в Торе это называется Авадон. Это первичный материал, который лежит в основе всего мироздания, и каким-то образом Бог установил форматы для всего. То есть этот материал это скала, этот материал это там мясо, этот материал это то, это это. То есть все в этом мире такое, потому что Бог когда-то установил для всего форму, но вся эта форма наполняется единым вот этим материалом, который называется Авадон, или июля его еще называют первичный материал. То есть все это наполняет некую форму. Почему эта форма держится? Почему эти электроны там, они именно так сцеплены? Я не знаю, но точно ученые знают, что у всего есть некая форма и почему эта форма не рассыпается, не разлетается, никто не знает. Потому что атомное ядро, оно, если взять атом и растянуть его до размера футбольного поля, вот возьмем атом, то ядро атома, оно будет как маковое зернышко. Представьте себе, маковое зернышко лежит посередине футбольного поля, это футбольное поле, это летают по краям, летают электроны, а внутри все пусто. Так вот эта вот пустота наполняет все мироздание. Представьте, все в мире состоит из пустоты, в которой внутри каждого атома, это вот это вот поле футбольное, атом футбольное поле, внутри маковое зернышко и вот это вот поле, оно вот так вот кружится и получается, что футбольное поле, каждое футбольное поле, оно как бы твердое. Но внутри футбольного поля каждого пустота. И кто эту пустоту формирует, почему оно держится, почему оно не разлетается, не распадается, Бог. Теперь и преисподняя, и духовные миры, куда все уходит из материального мира, и Авадон, то из чего состоит материальный мир, все это перед Богом. Все это перед Богом. И для чего нам это сообщено, для чего нам нужно это знать? Ведь Мишли, это очень практичная такая книга, где царь Соломон хотел нас научить, как жить. И вот здесь нам сейчас будет понятно, для чего нам знать вот это все предисловие. Авки или бодбный Адам, так же, как сердца людей. Что имеется в виду? Помните, в Мишли мы уже учили, что работ Макшивот были в Иш. Много замыслов в сердце человека. Очень много у человека мыслей. Ученые сегодня посчитали, что у человека за день проходит сквозь его сознание, сознание это то, что он осознает, 70 тысяч мыслей. Мысли всплывают из подсознания, проходят сквозь сознание и уходят опять в подсознание. Мысли заходят в сознание, проходят сквозь сознание, какие-то мысли человек запоминает, и они уходят в его подсознание. какие-то мысли просто проходят сквозь сознание, сквозь временную память, и даже следа не остается из того, что человек видит в течение дня или слышит в течение дня. Но какие-то мысли, они проваливаются в его подсознание, и потом уже у него самого всплывают, какие-то слова песен, слова людей, отрывки информации и так далее. И вот человек все время варится в этом своем мысленном бульоне, 70 тысяч мыслей у него всплывает из подсознания, а что в подсознании? А там миллион мыслей, миллиард мыслей, там столько воспоминаний, целей, желаний, правил, принципов, то есть вот такая вот мыслительная каша, мыслительный бульон. И написано в Мишле, мы учили, что работ Макшевот Болевиш, много мыслей в сердце человека, в Атсад Ашем и Токум. Атсад Ашем это решение, которое человек принимает, и дальше он это решение высказывает или делает, и это Токум, это то, что будет установлено. Но почему-то то, что решил человек, называется решением Бога. Это очень странно. Много замыслов в сердце человека, а замысел Бога, он исполнится. Странно. Но вся эта реальность, она пронизана вот этим вот Авадоном, вот этим вот первичным материалом. И что бы ни происходило, что бы человек ни думал, что бы он ни делал, все это по факту это делает Бог. Потому что без божественного наполнения, без вот этой энергии ничего не может существовать. Поэтому в этом отрывке нам царь Соломон сообщил, что все, что происходит в сердце человека, оно известно Богу, оно видно Богу. Только Бог не там, а Бог вот здесь, Он внутри. Он дает этому всему силу и Он все это наполняет. Поэтому понятное дело, что Богу все известно. И Малбим начинает, что этот отрывок, он ответ для тех, которые говорят, ну что, а что Бог знает, что я думаю? Я сам не знаю, что я подумаю. Как Бог знает, что я подумаю? Так именно вот Он так и знает, что Он внутри всего. Понятно. Теперь дальше. И какой из этого следует вывод? Двенадцатый отрывок. Ло-яав-летс-охеах. Охеах-ло. Эль-хахамим-ло-илех. Значит, здесь нам переводит царь Соломон всю вот эту вот глубокую абстрактную как бы теорию, можно так назвать, в практическую мысль. Есть такие люди, которые называются лейтсим. Лец это насмешник. Он воспринимает реальность с... Вот я вспоминаю, мне больше всего запомнилось определение вот этого леца. Рамхаль в Месилате Ашарим. Вначале он говорит, что вот эти вот лейтсим, когда им дают, им что-то объясняют, им дают то, что называется увещевание, да, им объясняют. Говорят, подумай о своей жизни. То есть, с него вот эти вот увещевания и вот эти вот советы, они как стрелы, которые попадают в щит, смазанный жиром. И они все вот так вот про него проскальзывают. То есть, есть люди такие насмешники, и он не любит тех, кто его наставляет. Он говорит, а ты кто? Было смешное. У Жванецкого он учил, как надо вести себя в споре. Вот это вот манера поведения вот этого лейтса, да, лейтса, насмешника. Жванецкий говорил так. В споре собеседника надо не слушать, а разглядывать, рассматривать его. О чем вообще может говорить человек с большим носом? То есть, если у него большой нос такой, о чем его вообще можно слушать? В самый напряженный момент спора нужно спросить у него документы, сверить прописку. О чем может говорить человек без прописки? Вообще ни о чем. Теперь, значит, а, потом он говорит в споре, надо перейти на ты, сказав, а это не твоего собачьего ума дело. То есть, вот это Жванецкий описал как раз в своей шуточной истории поведение вот этого насмешника. То есть, насмешник, он не воспринимает никакую серьезную информацию ни о боде, ни о добре, ни о зле. Он живет, он насмехается. И самый яркий пример насмешника и вот грешник-стептик. Я думаю, если взять такой образ насмешник и грешник-стептик, это Жириновский. Жириновский, он прямо конкретный вот прям персонаж, который над всем насмехается, все высмеивает, на все нападает. Вот это просто такой прям активный грешник-стептик и насмешник. Теперь, не любит. Не любит вот этот насмешник те, кто его увещевает. Он к мудрецам не пойдет никогда. Зачем ему идти к мудрецам? Он сам все знает. Мы учили в Перте вот, что есть такая мишна прямо в первой главе, что пусть будет твой дом домом собрания для мудрецов. То есть, дает нам мудрец Тана, он говорит нам следующую вещь. То есть, это очень важно, чтобы твой дом стал домом собрания для мудрецов. Приглашай мудрецов, ищи мудрецов. Есть умные книги к книге мудрецов, это тоже относится. Видите, книжки стоят, это такие мудрецы, вот там есть, видите, с красненьким, да, это называется книга «Мехтав Ильягу». Это Арав Ильягу Деслер, он был вообще просто гений, ну вообще таких людей просто непонятно, откуда вообще такие гений берутся. И как сделать свой дом домом собрания мудрецов. Но дальше он продолжает. А как к ним надо относиться? «В авы метабек беофар раглеем, и пылись в прахе их ног». То есть, если ты считаешь себя умнее, чем мудрецы, если ты считаешь, что ты все знаешь, то тогда тебе не поможет. Твой дом будет домом собрания мудрецов, а ты будешь им рассказывать, как надо жить, что они не правы, будешь на них вопросы задавать и так далее. Теперь он говорит «В авы шутебет самая девреем, пей с жадностью их слова». То есть, только в этом случае, если ты ищешь мудрость, и ты готов эту мудрость воспринимать, тогда она к тебе придет. Но в 12-м отрывке нам объяснили, что насмешникам это не светит, они не любят тех, кто их увещевает, и к мудрецам они сами не идут. И последний сегодня 13-й отрывок, он нам дает очень важную тоже такую штуку, очень важное знание, полезное. Значит, 13-й отрывок такой «Лев самаях и идти в по ним». Веселое сердце, оно делает, как бы улучшает лицо, делает лицо веселым. То есть, веселое сердце делает лицо веселым. Убеацват лев, а грустное сердце, руахника, оно, если грустно у человека сердце, ломается дух, ломается его дух. И тут вот непонятно, вот смотрите, вся Тора, она как раз учит находить в любой ситуации золотую середину. То есть, с одной стороны, насмешник, он такой веселый, он такой радостный, он над всем насмехается. С другой стороны, если ты над всем насмехаешься, тогда к тебе не зайдет мудрость. То есть, ты тогда будешь насмехаться и от мудрости. Но если ты при этом перестаешь быть веселым, тогда у тебя сломается дух, потому что человек, который нерадостный, недовольный, он видит во всем плохое, у него ломается его вот это вот намерение, мощная, мощная внутренняя сила, которая ведет его. То есть, нужно найти золотую середину. Давайте еще раз, Лев Самех улучшает лицо. То есть, когда у человека веселое сердце, оно улучшает его лицо, он веселый. Теперь, Малбим нам объясняет, что здесь говорится о радостях этого мира. То есть, те люди, которые радуются радостям этого мира, у них будет веселое лицо. Да, отлично, все хорошо. Теперь, но если грустное сердце внутри, бывает, что у человека есть внешне, он радуется, но внутри у него грусть, тогда у него ломается его дух, и он ничего не сможет достигнуть. То есть, все, нужно здесь найти золотую середину, как ее найти, пока мест непонятно, значит, наверное, будет понятно нам дальше. Значит, каждый отрывок, он дает некую отдельную программу, вот как есть в телефоне, есть множество приложений, множество программ, и ты в зависимости от того, что ты в данный момент хочешь получить, ты включаешь нужное приложение. Хочешь заснуть, включаешь такую грустную медитационную какую-то музыку такую, и засыпаешь. Хочешь повеселиться, включаешь быструю музыку и так далее. Понятно. То есть, здесь нам царь Саамон говорит, не будь насмешником, но при этом будь веселым. Все. И знай, что Бог наполняет все твои мысли, Бог наполняет все твое сердце, Бог наполняет все, и если ты веселый, то тогда ты притягиваешь, как бы ты создаешь веселую реальность. Если ты грустный, то ты создаешь грустную реальность. Все. Будем веселыми, будем создавать веселую реальность, всем шаббат шалом, наступает шаббат, скоро праздник шавот, день дарования Торы, значит нужно к нему подготовиться, на следующей неделе уже будет шавот, дарование Торы, и с Божьей помощью, безрадошем, чтобы у всех было сердце веселое, дух, такое намерение серьезное, и чтобы было все хорошо, чтобы мы все нашли золотую середину, Дамир, партнер, я полностью согласен. Все, всем удачи, успехов, пока!